В настоящее время на территории всей России, во всех регионах Российской Федерации проводится работа по укропнению общеобразовательных учреждений, то есть слиянию малокомплектных школ. В Балаковском муниципальном районе в настоящее время функционирует 47 школ, из них 24 школы в городе и 23 школы в сельской местности. Из 23 сельских школ 22 школы являются малокомплектными, то есть их численность составляет менее 120 человек. Наполняемость сельских школ с 2000-х годов, начиная, постоянно уменьшается. В этом учебном году во всех малокомплектных школах в сумме обучается 1083 ребенка, то есть в среднем на одну малокомплектную школу приходится менее 50 человек. Конкретно в школе села Ивановка обучается всего 22 ребенка. В 2022 году на территории Балаковского муниципального района планируется провести мероприятие по реорганизации сети сельских малокомплектных школ путем их укропнения за счет присоединения нескольких образовательных организаций к базовым учреждениям. При этом речь не идет о закрытии школ, они продолжат работать в тех же населенных пунктах. Укропнение образовательных организаций позволит исключить статус малокомплектных школ и не поднимать в дальнейшем вопрос о ликвидации сельских общеобразовательных организаций с малой численностью детей. При создании филиалов на базе действующих малокомплектных школ для детей и родителей не изменятся условия обучения. Будут сохранены все классы, останутся те же учителя, руководство школы и обслуживающий персонал. Не планируется осуществлять подвоз в базовые школы. Дети продолжат получать образование в привычных для них условиях. После объединения школ все дети, которые обучаются и в базовой школе, и в филиалах по завершении обучения будут получать аттестаты средней общеобразовательной школы. То есть это поможет детям уверенно зачисляться на обучение в старшие классы, ну или в техникумы. Полнокомплектные учреждения, то есть свыше 120 человек, в приоритетном порядке включаются во все мероприятия федеральных проектов национального проекта образования, в том числе и в проекты по капитальному текущему ремонту зданий школ, также в проекты по их оснащению современным учебным и компьютерным оборудованием. Программа по оснащению компьютерным оборудованием на федеральном уровне рассчитана до 2024 года. Спланировано участие всех сельских школ Балаковского района в этом проекте, в том числе в проекте по созданию центров обучения «Точка роста» и по ремонту спортивных залов и по оснащению современными компьютерами. Чтобы войти в этот федеральный проект, школа должна быть полнокомплектной, составлять от 120 человек и выше. Чтобы войти в программу «Цифровая образовательная среда», что очень важно для сельских образовательных организаций, они будут оснащены компьютерным оборудованием, это 26 ноутбуков, многофункциональные устройства, копир, сканер. То есть это очень для сельских школ выгодно для прохождения образовательных программ. И во всех целевых показателях всех этих федеральных программ обязательно присутствует численность детей, для которых обеспечены современные условия обучения. Важными факторами функционирования сельских школ являются условия труда трудовых коллективов. В результате реорганизации директора школ продолжат руководить своими работниками. Для них изменится только название должности. То есть директор школы, которая станет филиалом, будет не директор, а руководитель филиала, заведующий филиалом. Остальные работники останутся на всех своих должностях. При этом заработная плата у них не изменится. При реорганизации не будет ни сокращений, ни увольнений. У работников будет внесена запись в трудовой книжке о переименовании учреждения, то есть о переименовании образовательной организации. Стаж при этом не прерывается, трудовые договора не расторгаются. То есть они не теряют стаж, могут спокойно дальше работать и, соответственно, уйти в отпуск. В случае болезни или увольнения педагога, работающего в филиале, возможно его замена с учетом ресурса базовой школы. То есть если в настоящее время учитель в сельской школе заболевает и заменить его неким, потому что количество учителей ограничено в любой малокомплектной школе, путем присоединения можно использовать ресурсы других школ, поскольку это все учителя одного учреждения, и в том числе базовой школы, главной, средней, которая может делиться учителями, и учителя будут осуществлять замену на время болезни. Это позволит не прерывать обучение детей. Оформление школьной документации останется на местах. То есть родителям не придется ездить в головную школу, в базовую, для получения каких-то справок. Каждый филиал будет иметь печать для документов. То есть справки все будет готовить сам филиал, то есть ту образовательную организацию, в которой учатся дети. И, соответственно, любой документ-оборот будет идти так, как он сейчас идет, и весь учебно-воспитательный процесс сохранится. Планируются следующие изменения. В Наталинском муниципальном образовании планируется к реорганизации 7 школ в селах Подсосинки, Матвеевка, Николевка, Хлебновка, поселке Головановский, Николевский и Новониколаевский. Школы села Подсосинки планируются к присоединению к школе номер 27. Это средняя общеобразовательная школа номер 27 города Балакова. Школы Матвеевка, Хлебновка, поселок Головановки планируется к присоединению к средней общеобразовательной школе поселка Николевский. Школа села Николевка планируется к присоединению к средней общеобразовательной школе поселка Новониколаевский. В Экватрокском муниципальном образовании планируется к реорганизации 4 школы Село Ивановка, Пылковка, Наумовка и Новополиводина. Начальная школа села Ивановка планируется к присоединению к школе номер 5 города Балакова. Это также средняя общеобразовательная школа. Средняя – это где получают образование с 1 по 11 класс. Школы сел Пылковка и Наумовка планируются к присоединению к средней школе села Новополиводина. В результате предлагаемой реорганизации общее число малокомплектных школ будет сокращено с 22 до 9, что позволит сохранить школы во всех сельских населенных пунктах, в которые они работают сейчас. Для проведения реорганизации в 2022 году были выбраны школы с самой низкой наполняемостью детей. Ежегодно по ним встает вопрос о необходимости изменения вида или организации подвозов более крупные. Мы считаем важным сохранить школы во всех школах Балаковского района, как они работают сейчас. Кроме того, нужно не допустить сокращения классов и перевода школ из средних в основные или тем более в начальных. Мы этого допустить не можем. Поэтому при объединении школ в филиалах, которые будут функционировать в селах, мы сохраним для детей возможность получать образование как основное, так и среднее образование по 11 класс. При проработке предложений по реорганизации школ нами учитывалось также наличие школьных автобусов, чтобы связь между филиалами и базовой школой была постоянной. То есть во всех школах базовых есть подвоз, осуществляется, то есть имеются школьные автобусы. Я еще раз хочу обратить внимание депутатов и прессы на следующее. Рассматривая следующие 11 вопросов повестки дня, собрание тем самым не принимает решения о реорганизации образовательных учреждений. Собрание всего лишь назначает опрос с целью выяснения мнений населения по вопросам реорганизации. В соответствии с федеральным законодательством, созданием муниципальных учреждений, реорганизация, ликвидация является исключительным полномочием местной администрации. Подобные процессы по тем иным причинам проводятся администрации систематически, они не требуют согласования собрания, в том числе по вопросам создания, реорганизации и ликвидации образовательных учреждений в городе. В законе образования есть одна лишь обновка, что до принятия решения о реорганизации и ликвидации образовательных учреждений на территории сельского населенного пункта должен проводиться опрос населения соответствующего поселка по данным вопросам. Основу процедуры опроса определяются федеральным законом, законом Заратовской области. И вот назначение опросов по обозначенным вопросам по инициативе главы Балаковского муниципального района осуществляется собранием, которое нам сегодня предстоит сделать.